30 июня 2024 года. Продолжаем хронику развития фундука трапезунт в питомнике Ореховод Практик. Находимся в Крыму. Жара стоит неимоверная. В этом году засуха очень сильная. Для растений это, безусловно, очень сильный стресс. В тени у нас где-то 33 градуса. Под солнцем холесты ощущают, ну, под солнцем где-то градусов, наверное, 50-60. Просто очень жарко. И следующие недели будет еще жарче. Вот, посмотрим, как трапезунт будет с этим справляться, стрессом. Вот, безусловно, виссарол свою роль играет в этом. У меня была соседняя плантация, я ее показывал. Один раз он ее обработал виссаролом и запустил. Больше он не обрабатывал, и я его не вижу, чтобы он приезжал в сад и за ним ухаживал. Вот, сад у него сейчас в стрессе находится. Снова. До сегодняшнего дня нужно было провести три обработки, две в мае. И как минимум одну в июне надо было сделать, но человеку, видимо, некогда. Другие дела, может, есть у него. Вот, не знаю. В общем, урожай шикарный. Будет что собирать. Некоторые товарищи, подписчики у меня спрашивают, как это убирать, как. Такой урожай, что с ним делать. А зачем мы сажаем сады, если в них урожая не будет, и если его не собирать. Поколение, конечно, интересное растет. Но слабые поколения будут замещать сильные народы. Это такой вот принцип жизни, наверное, истории вереница. Слабые народы будут отдавать позиции сильным народам. Или поколениям. Не знаю, как это правильно выразить. Вот, если люди боятся работы. Боятся работать. А вот, ну, значит, такой потребительский класс будет зависимый. А это уже стабильный заработок тебе, твоей семье, твоим детям, внукам, фундук. Это гарантированная пенсия. Как минимум. Если у вас гектар. Вот. А если закладывать нормальные сады, 5-10 гектар, то это уже хорошая прибыль. Очень хорошая. Учитывая, что не во всех регионах растет фундук. То есть, это востребованная культура. Она, ну, везде. Вот. Развитие урожая вы видите сами. Трапезунт. Вот трапезунт не надо садить. И малые площадя будут целесообразны. И большие площадя. Можно выращивать и собирать достойные урожаи с этого сорта. Вот. Классный товарный фундук. Я уже жду, не дождусь, когда начнется уборка. И я запущу свой станок по очистке от плюски. В том году я прям кайфанул от того, насколько быстро он очищал от плюски орехи. Турецкий. Для малых хозяйств. Очень удобный. Мощный. Быстро перерабатывает. Очищает плюску. Буду прям здесь на поле, прям в саду делать эти операции. В том году я делал это во дворе. Вот. В этом году буду делать в саду. Готовые мешки отсюда увозить. Чищенные уже. Садите в фундучные сады. Сорт отрапезунт. И будет вам счастье, друзья. Безусловно. Вот поросль тоже хорошо идет. Пока все нормально. Вот это можно сравнить. Вот этот куст и этот куст. Здесь подсадка, ремонт был. Вот он тоже потихоньку-потихоньку начинает догонять соседний куст. Ну, супер урожай. На стандартных сортах такой урожай, чтобы с куста собрать, я не знаю. Это какой должен быть куст, какого возраста, чтобы на нем было столько орехов. В сумме, чтобы собрать. А здесь даже молодой куст будет давать, как взрослый куст обычного сорта, стандартного какого-нибудь. Вот. Вот.